Девушки отдыхают Мы не знаем У нас в лице будет юмор А то мы прям очень серьезно отсняли, мне кажется Расскажи немножко о своем профессиональном пути Как ты пришел к текущей позиции? Ну весь мой путь начинался еще со школы С олимпиадного программирования Которое меня очень сильно увлекало Да, это давало для меня результаты По сути, возможность поступить в МГУ В котором я продолжил учиться на программиста И начал работать с второго-третьего курса В Java разработке Такой интерпрайз-сегмент В целом дальше этот путь шел таким Плавным развитием, повышением Где-то в течение пяти лет В итоге я понял, что интерпрайз-специфика И вообще такая заказная разработка Это не очень мое И я решил перейти в продуктовую разработку Я ушел техническим директором В FinTech Startup Получил там первый опыт именно продуктовой разработки И через какое-то время получил приглашение В такой очень популярный и прорывной стартап В FinTech индустрии «Мое дело» Это интернет-бухгалтерия Ушел туда техническим директором Отстроил там уже такие взрослые процессы Компании, которая превращается из стартапа В серьезный бизнес И сделал еще один сдвиг Я понял, что мне интересно не просто делать хорошие IT А интересно придумывать такие IT-продукты На которых можно сделать бизнес Да, то есть Как применить навык глубокого понимания самого продукта Но именно для бизнеса Для заработка денег Для бизнес-показателей Для удовлетворенности пользователя В какой-то момент я решил, что я хочу идти дальше И таким образом появилась идея Пойти в Mail.ru Да, и построить новый Amazon Amazon Web Services в России B2B-облако И это такой амбициозный продукт На котором мы сейчас работаем И движемся очень стремительным темпом Бытует такое мнение Что олимпиадники Они не очень хорошо устраиваются В обычный процесс Разработки программного обеспечения В командную разработку Как ты можешь это прокомментировать? Мне кажется, что самая важная часть здесь Это психология Которая Насколько этот человек может дальше раскрываться И адаптироваться У меня был очень большой опыт работы с олимпиадниками Потому что, так как я был в этой среде То на первой работе я очень много ребят приглашал к себе В компанию работать И вот эти базовые навыки Алгоритмы Понимание асимтотики Понимание узких мест Такой перфекционизм К скорости работы кода К его качеству Это очень классные навыки Но в целом Из моей практики Да, из моей практики Что вот эти навыки Они нужны нам в 5-10 Но в самых таких сложных моментах В 50% ситуаций А в основное время Нужно быть Думать о том Как это потом код будет изменяться Как с ним будет работать твоя команда Как он будет встраиваться В процесс выпуска и тестирования И здесь вот этот перфекционизм Который есть у олимпиадных программистов Он вырабатывается на автомате Ну то есть Ты должен как-то Немного с этим смириться И понимать Что есть бизнес-ценности И что там Алгоритм это не самоцель Или какая-то там Излишняя сложность Она иногда очень сильно мешает И что можно сделать проще Но медленнее Но это действительно Конкретно вот в этой части модуля Например Или части продукта Будет полезнее И вот этот проход Он не знаю там Как мне кажется Примерно за 2-3 года Как олимпиадный Там Программист Попадает на работу Вот либо он перестраивается Либо ему нужно работать В каких-то очень изолированных Узких модулях Там писать какое-нибудь Ядра линукса И там тоже ценят таких людей Ты там тоже можешь найти себе место Тебе не нужно будет думать О чем-то другом За это вокруг тебя Построят процесс Поэтому Эти люди очень нужны Они очень много что драйвят Но Есть процесс адаптации Который человек должен пройти И он как бы кажется Очень важным Для успешности в профессии Есть какой-то секрет Как лучше адаптировать таких ребят Но обычно помогает Перевести В какие-то конкретные Понятные цифры То есть показывать бизнес в деньгах Показывать процессы в деньгах То есть расписать о том Что такое тестирование Как оно влияет Что типа вот столько багов Вот такой вероятности Мы больше уходим От релиза Вот здесь мы несем Такие риски Которые там Мы вот так должны будем Заложить бюджетом То есть попробовать Вывести вот все эти последствия Такого хардкорного программирования Или Неготовность идти на какие-то компромиссы В этих частях В том Сколько это стоит бизнесу Сколько стоит зарплата Сколько стоит время разработки Почему время там Тестирования дешевле Чем время исправления Багов в продуктиве То есть вот какими-то такими вещами Которые являются не там Эмоциональными посылами Или какой-то там твоим мнением А некими фактами И ребята Они привыкли на фактах работать И это очень классно работает Работает с рациональной стороной С рациональной стороной, да Потому что И это прям вот Да, действительно мы хотим Чтобы там Какие-то конверсии были лучше Или, например, рой проекта Понятная метрика Почему мы хотим делать именно так И не по-другому А с другой стороны Вот Это был совет скорее для Людей, которые хотят Нанять действительно Хороших специалистов Но их как-то развивать А вот с другой стороны совет То есть ты как вот Не знаю, правильно это сказать Бывший олимпиадный программист Или текущий Бывшими их не бывает На всю жизнь Сам как олимпиадный программист Ты бы какой совет дал Другим Ребятам Соответственно Как им вот лучше интегрироваться В реальную разработку После Олимпиадного программирования Наверное, просто про свой опыт Скажу Мне в свое время Очень помогла такая Классическая литература Фаулер, Демарко Есть такой набор классики Которые как бы Очень понятны И разработчикам И менеджерам Она вот Это такой бейзи Который там В 80-е, 90-е годы Был написан И на данный момент Мне кажется Ничего лучшее нету Да, тоже там Мифический человек Месяц То есть есть очень много Понятных И для разработчика Книг Которые Ну какую-то закладывают Такую основу Чтобы можно было Потом дискутировать С тем же менеджером Чтобы ты с ним мог Разговаривать на одном языке И для тебя Это на самом деле Очень важно Как бы тебе ни казалось Что как бы Технологии И как бы там Никто вокруг Кроме разработчиков Не понимает Что ты делаешь И надо, чтобы они лезли На самом деле Люди понимают И тебе как бы Нужно найти общий язык И вот эти книги Вот эта классика Да, там Дедлайн Обязательная книга Для прочтения Мне кажется Любого разработчика Она поможет тебе Говорить на одном языке И Лучше устраиваться В команду Понимать менеджеров Понимать других Членов команды Сейчас У тебя Довольно уникальная Интересная позиция В плане продукта Это Айтишный продукт Который делается Для Айтишников Для разработчиков Насколько это сложно Какие есть сложности Вот в разработке Такого продукта Это технологический продукт Это такая Платформа В котором Результат продукта Это некие Технологические решения Которые должны быть Удобны в разработке И в эксплуатации Других айти систем То есть мы делаем Некую такую Инфраструктурную задачу И Мне кажется Сложность Это Всегда вот этот Второй уровень Который появляется Такого рода продуктов То есть когда ты делаешь Например Бухгалтерию Это конечный сервис Для клиентов И у вас Один переход Ты сделал продукт Ты понял Так клиента И ты дальше Получаешь обратную связь Когда ты делаешь Платформенное решение То ты Делаешь платформу Появляется Другая компания Которая использует Платформу И делает свое решение И там появляются Клиенты Которые счастливы Или несчастливы И Вот этот вот Переход Он Очень сильно Усложняет Обратную связь Потому что Есть очень большая Инфраструктура Как раз Тех же разработчиков Которые должны Транслировать Аж какие у них Ограничения И здесь Они очень разные То есть это Очень разные компании Очень разная структура Ты не можешь сказать Что типа Ты хочешь работать Вот с таким сегментом Да Как классическом бизнесе Ты должен со всеми Разработчиками работать С маленькими Большими И смотреть Как они влияют На эту платформу Тебе приходится Их достаточно сильно Сегментировать То есть у нас Есть определенные Направления Которые нужны В рамках одного Продукта То есть по сути Виртуальной машины Кажется такой general На самом деле Потребности Разных сегментов Очень разные В зависимости От той Как бы нагрузки Которую они дают Потому что есть B2C рынок Который как бы Именно в В РПСах Да Очень высокий А есть B2B рынок Который важен Очень сильно СЛА и надежность И для каждого Из этого сегмента Ты должен На уровне платформы Злокладывать фичи При этом Соблюдая И возможность Масштабирования И надежности И это челлендж Это каждый раз челлендж Каждый раз То что ты выпускаешь Ты понимаешь Что это не просто Твой продуктив А теперь это Может стать продуктивом Еще сотни компаний Которые будут Базироваться На твоей технологии И уровень ответственности Он так повышается Достаточно сильно И это наверное Иногда даже Усложняет Ну то есть У тебя сложнее Цикл релиза Потому что ты ответственный Еще за СЛА и других Как бы у тебя нет Возможности Написать клиентам Мы сейчас Вот сделаем работы На часочек Ну вот потому что Будет классно Мы хотим выпустить Новую фичу Нет Это нужно предупредить всех То есть Из-за того что на тебя Подвязывается Очень-очень много Клиентов со своей Инфраструктурой Это усложняет Это усложняет твои процессы Да И тебе постоянно Приходится держать в голове Там совместивость релизов Плавность переходов Миграции на новые фичи Ты не можешь Там Бросить в кого-то В какой-то версии И не помочь ему Продвинуться дальше Поэтому С одной стороны Это очень классный Драйв и челленд С другой стороны Это очень много ограничений С которыми ты должен Как бизнес Работать Ты начинал В вот этой вот Всей Длинной цепочке As a service Да С software As a service То есть Мое дело Да Затем Ты пришел В B2B облако В Mail.ru Делать Инфраструктуру Да Где И будет ли И есть ли сейчас Платформа Платформа As a service Смотри Ну это на самом деле Такой как бы Корневая мысль Того что Мы сейчас делаем То есть Когда я приходил Изначально закладывал Некую стратегию Внутрь продукта Для меня Кажется Для всего рынка Уже было понятно Что EAS Да Базовая инфраструктура Это такой Кирпичик внизу Но который Уже все сделали То есть Просто виртуальные машины Просто там Объектное хранилище Не знаю Там какие-то Базовые ресурсы Но это некий Пройденный этап Всего рынка И Все уже научились Это делать И все делают Это примерно С базово Одним качеством И этот рынок Очень конкурентный И Все крупные игроки Амазон, Ажур, Гугл Клауд Уже давно поняли Что если они будут Просто бороться В инфраструктуре То ни к чему Хорошему Кроме Демпингу И смешения Уменьшения Маржинальности Бизнеса Это не приведет И все пошли На next step Это ПАС Платформа Это сервис Когда ты решаешь Минстрим сейчас И самое главное Направление Куда идут ПАСы И дальше Мы Хотим запускать Еще больше и больше ПАС-сервисов Это наш фокус Сейчас еще есть База данных Как сервис Сейчас есть Хадуп и Спарк То есть такие Кубики Мы начинаем собирать Наиболее популярные кубики Которые мы видим У наших заказчиков И в этом плане Наверное Я очень рад Того Что когда ты сделал Инфраструктуру И к тебе уже Заехали компании Ты понимаешь Что они используют Ты понимаешь С какими проблемами Они сталкиваются И ты как бы Начинаешь Выставлять Более такие Удобные кубики Где это не просто Ресурсы А уже сервис Где мы отвечаем За масштабирование За масштабирование Под нагрузку За какое-то Бэкапирование За удобный интерфейс Да Мы пишем свой UI И так мы постепенно Смотря на то С чем Живут В нашей инфраструктуре Заказчики Мы начинаем Собирать кубики И в целом Такая глобальная Для меня идея Это Не просто Остановиться на паз А попробовать Пойти в следующий этап Когда тебе не нужно Будет собирать Платформы И их соединять А когда тебе нужно Будет решать Там типичные Архитурные задачи То есть Мне нужна Не знаю Там трезвенка И ты просто Выбираешь Хочу трезвенку Вот с такими Базовыми конфигурациями У тебя автоматически Поднимается Инджинкс База Поднимается Кластер кубика Поднимается Аналитика Поднимается Мониторинг Поднимается Бэкапирование Все это раскладывается На три среды На прод Припрод Дев То есть Ты как бы В клик получаешь Уже готовый Полностью кубик Который Ну вот Такую Полную Заготовку Которую ты должен Писать бизнес логику То есть Мне кажется Что со временем Вот эта платформа Инфраструктура Должна дойти До такой степени Что никто не больше Будет писать Логирование Своё Никто не будет писать Свои там Очереди Гарантированную Доставку Никто не будет Руками настраивать Бэкапы То есть Все делают Одно и то же В мире Уже огромное Количество раз И вот Вот эти вот Такой челлендж Проекта Это дойти до Такого уровня Чтобы давать Полную заготовку Всех собранных Между собой Кубиков Готовых к масштабированию К росту бизнеса И со всеми Базовыми Инфраструктурными Инструментами Ваша аудитория Это где-то Бизнес Среднего размера Я бы тебе так сказал Что есть ядро Да И ядро С которым мы Сейчас именно Начинаем Это действительно Средний Диджитал бизнес Да Это Компании Разработчики Программных Продуктов Которые делают Облачные сервисы Которые Основной бизнес Который заложен В разработке Но при этом Если взять Маленькие компании То На самом деле Вот такой сервис Там Как База данных В облаке Это очень удобно Он просто нажимает Кнопку И у него появляется База данных И как бы Ему не нужно Разбираться В особенности МСКЛ Как его тюнить Под нагрузку Как его готовить А что такое Кластеризация Реплика То есть в целом Большинству бизнесов С этим не стоит Разбираться И как ты можешь Получить этот клик При этом Есть почему-то Ощущение Что это сильно дороже На самом деле Как бы И мы И такой стандарт В западном бизнесе Мы просто Продаем это По цене По сути Инфраструктуры Как будто Это виртуалка То есть это способ Продвигать свой продукт Именно Ресурсы Там нет Какой-то Добавленной стоимости Там нет Никакой лицензии Ничего То есть это не Классический бизнес Вендоров Там IBM Оракла Которых Лицензия На софт Это огромное количество Емкости Нет Мы также Просто продаем Те же самые ресурсы И кажется Что это просто Будет тебе удобно Как малому бизнесу Использовать готовые решения А что касается Больших заказчиков Такого интерпрайза То мы с ними Сейчас тоже Тесно общаемся На эту тему И здесь Конечно Рождается Чуть другая концепция То есть Я сейчас В большей степени Рассказывал Про паблик клауд Ну конечно Есть еще гибриды Гибридные облака Мультиоблака И там Вот в эту сторону Что Большие заказчики Хотят иметь Private Cloud Инсталляцию внутри Которая Седена с паблик клаудом И которая В случае необходимости Очень гибко Перебрасывает ресурсы Поэтому То чтобы они были Поддерживали Примерно базовые Платформы За сервисы Кубики Это очень важно Для такого заказчика Здесь Чуть-чуть Переформатируется Эта история Но она В целом Запрос на Вот уровень ПАС Он очень большой Там сейчас Все уже поняли Что никто Не хочет растить Свои там Инфраструктурные ИТ-отделы Не хочет банк Иметь инфраструктурные ИТ-отделы Им это не нужно Не хочет Нефтедобывающая Компания Иметь свою Огромную ИТ-разработку На уровне платформ Они хотят Получать кубики Это действительно удобно Есть еще один Такой интересный Вопрос И пример На Западе С этим Можно сказать Что немножко проще Можно сказать Что немножко сложнее Но например Там есть такой кейс Интересный Что Apple Вообще все свои данные Всю свою инфраструктуру Перенесла в Google В общем Оно там Лежит Google За это дал Хорошую скидку И высокую степень Кастомизации То что нужно было Интерпрайз клиенту Но возникает вопрос С персональными данными Тот Юридический вопрос К которому нам Я имею ввиду Разработчиков Айтишников Сейчас Нужно очень пристально Следить за ним Если я Как сервис Размещаю Персональные данные Своих клиентов В вас Не является ли это Нарушением Такого закона Конечно нет Безусловно Сейчас Для любой Эти системы Когда ты ее Проектируешь Какие-то закладываешь Базовые функции Ты уже думаешь Про эту знаменитость 152 ФЗ Как бы Это число Магическое знают Мне кажется Все менеджеры Разработчики уже Ты понимаешь Какие стандарты Ты должен обеспечивать Как происходит Сертификация Фстека Мы безусловно Через это проходим Сейчас И Да Сертификация Это такая галочка Обязательная для облака Ты должен быть сертифицирован В России И те системы Которые Хостятся там Тоже должны Легко сертифицироваться То есть В этом Разница для нас Обычно Когда ты разрабатываешь Софт Как разработчик Ты думаешь Только про свой продукт А мы думаем О том О тех продуктах Которые будут написаны На нашей платформе Чтобы там тоже Не было никаких уязвимостей Или проблем С сертификацией И это Как вот Наверное Как ты вначале Спросил Какие есть еще Особенности О том Что это технологический продукт Вот это Что мне нужно Думать не о том Как сертифировать Мой продукт А как Будут сертифицироваться Продукты Построенные На моей платформе И это такой Дополнительный Вопрос И челлендж Но все это решаемо Это В это нужно просто Погрузиться И разобраться Там нет ничего Сверхъестественного Там нет Нет каких-то Архитектурных Изысков Чтобы это реализовать Это больше Такой Операционный процесс Документации Прописывание Модель угроз Прописывание Порядков доступа К данным Работа с содами Это просто Нужно взять и сделать Ну то есть Грубо говоря Ничего не мешает Перевести к вам Нет Ничего не мешает На уровне Законодательства Все хорошо Технически Если вернуться К технической Больше стороне дела На каких технологиях Вообще Крутится Все ваше облако Какой Первый наш посыл Которым мы вообще Стартовали Был то Что это будет Опенсорс Мы понимаем Что мы не хотим Никакого вендерлока Для наших клиентов Поэтому мы берем Опенсорсные технологии Для того Чтобы это было Публично Были открыты Апишки Были готовы Инструменты И в целом Для разработчик Компании Было понятно Что это такое На чем мы строим Мы выбрали OpenStack Как движок Для всего нашего ИАСа И дальнейшего ПАС разработки OpenStack Это такая Эркестрация Кастомизация Кастомизация Происходит И превратили Вы вообще Вы вообще Вы выбирали Опенсорс Виртуализация И про И про Такую Разных 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 Технологий Мы оставили В Питоне В целом Проектирование На уровне базы данных, на уровне инструментов гарантированной доставки, общения. Здесь это уже наш осознанный выбор, в котором мы подходили, исходя от бизнес-метрик и нефункциональных требований, которые есть у проекта. А были какие-нибудь проблемы в ходе интеграции всех этих технологий? Да, да, безусловно, были. И даже так сказать, что первое решение, которое мы внедряли, потому что MVP всегда хочется побыстрее. Они как бы со временем роста проекта они требовали, ставили перед нами задачи, то, что мы больше не попадаем в нефункциональные требования, и мы выходили на них в следующий уровень архитектуры. В целом, я для тебя могу как-то нарисовать, наверное, чуть-чуть, как этот концепт, про какие переходы были в нашем сервисе. Из архитектурных задач, которые перед нами стояли и которые там напрямую завязаны на бизнес, я, наверное, расскажу про эволюцию биллинга. Биллинг это система, которая управляет учетом ресурсов в нашей инфраструктуре. То есть одно из базовых требований для того, что облако было действительно удобное, это pay-as-you-go. Как ты платишь только за то, что используем. И мы поставили перед собой такую задачу, что мы должны разделять время вплоть до секунды. Насколько была включена, выключена виртуальная машина, и только за это брать деньги. И если взять биллинг, то, по сути, это там некий движок, биллинг, да, который имеет свою базу там, транзакций. И ряд сервисов, которые поставляют события об использовании. То есть у нас есть там виртуальные машины, есть диски, есть, наверное, сетевая инфраструктура, инфраструктура, которая может генерировать тоже события. И в целом это работает для большого количества проектов. То есть у нас вот здесь вот в каждом есть ресурсы, которые используют тысячи проектов, которые используют нашу инфраструктуру. Есть единый биллинг, который должен это обработать и в итоге выдать во внешнюю систему, которая уже отвечает за расчеты заказчиками, конечная емкость потребления. Ну, в целом мы начинали с совсем базовой логики, когда мы просто берем и по определенному тут расписанию, биллинг, начинаем запрашивать по каждому из проектов информацию, агрегировать у себя, превращать это в транзакции и возвращать на оплату по счету. То есть это решение в лоб, с которым мы стартовали. И в целом очень быстро, очень быстро, в течение там 3-4 месяцев продуктива, когда мы набрали достаточное количество проектов, такое количество запросов перестало быть возможным, да, потому что оно пропорционально количество проектов в каждом из этих емкостей. Это очень сложно, это масштабируется, по сути, по экспоненте вместе с большим-большим ростом проектов. И мы сразу перешли на следующую архитектуру, когда мы выделяем тайм-слоты, то есть мы уже не оперируем сущностью там, ID проекта, как было, а мы переходим на тайм-слот, например, 10 минут, и мы запрашиваем все изменения, которые происходили в каждом из подмодулей, там, виртуальные машины, диски, и запрашиваем все ресурсы, которые потребили проекты в рамках этого тайм-слота. То есть мы теперь не делаем запросы пропорциональны проектам, а делаем просто запросы пропорциональны слотам, на которые мы разбили все время. И это дает нам сразу просто на порядок выгоду в производительности и сложности, которые выполняет биллинг. И это решение вроде бы кажется таким хорошим, но дальше мы понимаем, что все равно тот объем, который возвращается за тайм-слот, он все равно тоже начинает расти с проектом, и для того, чтобы вот здесь формировать транзакции в таком объеме, их нужно все-все-все переработать, и самое главное, что для большинства проектов и ресурсов они как бы не информативные. То есть специфика работы с виртуалками такая, что ты ее очень редко поднимаешь и очень редко останавливаешь. То есть на горизонте там месяц, там несколько событий, поэтому пулить, ну как бы забирать эту информацию очень часто кажется избыточным. То есть мы попали в ситуацию, когда биллинг стал опять работать больше, чем мы считаем нужным для наших пользователей, и мы перешли на следующую концепцию, которая говорит о том, что мы больше ничего не запрашиваем из проектов, мы делаем рядом с нашим биллингом очередь событий, да, для ивентов. и просто все модули асинхронно, когда отрабатывают свою основную логику, закидывают ивент в эту очередь, который говорит о том, что что-то изменилось. То есть, например, для того, чтобы обработать верталку, здесь будет просто событие поднято, опущено, и все. И дальше уже биллинг самостоятельно просто разгребает в много потоков эту очередь. И в целом мы полностью избавляемся от избыточности объектов или ивентов, которые ходят между нашими модулями, и получаем такую правильную концепцию, на мой взгляд, с которой мы сейчас пришли и работаем в нашем проекте Mail.ru Cloud Solutions в продуктиве. Вот это такая краткая эволюция биллинга в нашем проекте. У нас есть традиция, гость задает вопросы нашим зрителям и за лучший ответ дарит подарок. Есть ли у тебя такой вопрос? На ваш взгляд, B2B-облако, это такой огромный проект, в котором есть больше 50 модулей. Вот сколько строчек в полной кодовой базе проекта Mail.ru Cloud Solutions, на ваш взгляд? И что выиграет человек наиболее близко ответивший? Человек, который наиболее близко оценит масштабность нашего проекта, а получит фирменную толстовку с нашим лого, веселую, желто-синюю толстовку. Вот она тут. Или тут. Давайте как делаем. Или тут. А теперь Блиц. Мак или Винда? Винда. Какую суперспособность ты хотел бы иметь? Генерировать любые суперспособности. На что тебе не хватает денег? На загородный дом с панорамными окнами у океана. Когда тебя заменит робот? Надеюсь, никогда. Очень надеюсь. Это будет очень грустно. Офис или фриланс? Офис. Любимая музыкальная группа? Нет. Не могу сказать. А под какую музыку ты работаешь? Я не работаю под музыку. Я менеджер. Мне разговаривать надо постоянно. Где работать? В России или за рубежом? Пока в России. Для меня. Для меня в России. Какую последнюю книгу ты прочитал? «Кавка. Замок». А какую книгу ты бы рекомендовал нашим зрителям? Наверное, то, что я уже озвучил. «Дедлайн». Илья, спасибо за интересные ответы на вопросы. С нами был Илья Литунов, руководитель Mail.ru Class Solutions. Всем спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok